Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня мы проводим День открытых дверей по программе «Специалист по подбору персонала со знанием инструментов HR-аналитики». Приветствую всех, кто к нам присоединился онлайн и также приветствую, кто посмотрит нас в записи. Меня зовут Белова Ольга, я менеджер по трудоустройству выпускников учебного центра «Специалист». И в начале нашего вебинара я вам расскажу о центре «Специалист». И далее мы с Ольгой Юрьевной Светлышевой, ведущим преподавателем курсов по кадровому направлению, обсудим, как планировать и развивать свой карьерный путь HR-специалистом. В конце каждого, кто зарегистрировался на данный вебинар, ждут подарки, о которых я расскажу в конце. Итак, наш учебный центр «Специалист» на рынке образовательных услуг уже более 29 лет. За это время мы обучили уже больше, чем 1 миллион человек и на практике заслужили звание ведущего компьютерного учебного центра России. Наш учебный центр гарантирует вам 100% качество образования за счет уникального сочетания бауманской методики преподавания, современных технологий проведения обучения и практик ориентированного подхода. И так как у нас, у работников учебного центра «Специалист» уже огромный опыт работы, и мы обучаем слушателей, на практике мы знаем, как важно поддержать наших выпускников в их карьерном продвижении. Потому мы разработали для вас программу трудоустройства, которая включает в себя ряд мероприятий, которые помогут вам на вашем карьерном пути. Сейчас я вам подробно про это расскажу, про каждый из них. На этапе обучения мы даем реальные кейсы нашим слушателям, так как современные тенденции рынка труда в том, что работодателю сейчас не нужны просто теоретики. Ценится сейчас умение применять ваше знание на практике и выполнять реальные рабочие задачи. И когда мы разрабатываем наши курсы, туда уже сразу включены реальные кейсы, которые требуются для выполнения на рынке труда. Следующий этап, когда вы заканчиваете наши курсы, уже имеете определенные компетенции для работы. Для вас мы также предлагаем пройти бесплатно курс «Успешный поиск работы и трудоустройства в период кризиса и карантина». Его ведет наш лучший преподаватель Ольга Юрьевна Светлышева. И данный курс у нас проходит раз или два в месяц. На этом курсе можно подробно узнать весь процесс трудоустройства. И я считаю, вполне очень интересный такой семинар для всех HR-специалистов посмотреть на ситуацию немножко глазами человека, который устраивается на работу, да, соискателем. Ближайшее мероприятие у нас пройдет 4 февраля. Можно записаться, либо перейдя по QR-коду, или чуть позже я отправлю вам ссылку в чат для записи. Следующее мероприятие, которое проходит в рамках программы трудоустройства, это консультация. Можете записаться ко мне на консультацию. Мы в индивидуальном порядке с вами посмотрим ваше резюме, то, как вы составили сопроводительное письмо, обсудим какую-то тактику на рынке труда. Для записи можно написать мне на электронную почту или заполнить форму. Я вам также эти ссылки размещу. Сейчас я подправила первую в чате. Можете себе отметить. И следующее мероприятие – это дни карьеры. Дни карьеры – это мероприятие, куда нас приходят работодатели и предлагают свои вакансии. Рассказывают о том, что сейчас для них актуально в работниках, в их компетенциях. И также мы приглашаем аналитиков из различных агентств, которые представляют статистику по ситуации на рынке труда. Ближайшее мероприятие у нас запланировано на 4 февраля. И на нем будут выступать наши карьерные консультанты и также аналитики рынка труда. Карьерные консультанты – это наши выпускники нашего курса по карьерному консультированию, которые освоили данную профессию. И мы их приглашаем также поделиться с нашими слушателями, которые ищут работу, какими-то наставлениями и интересными замечаниями, рекомендациями. Тоже всех вас приглашаю к нам присоединиться и на данный день карьеры. Вот. Ну и заключительный такой этап по поиску работы для наших выпускников – это каналы вакансий. Все наши работодатели, все наши корпоративные заказчики, которые учат нас своих работников, довольны качеством подготовки специалистов в нашем учебном центре. И для наших выпускников они представляют специальные условия. Обучение в нашем учебном центре считается преимуществом, если вы будете направлять резюме. И данные каналы, они открыты. Также вам приходит рассылка по электронной почте, вместе с анонсами наших курсов. Данные каналы я отправила также в чат. Сейчас хочу передать слово Ольге Юрьевне. Она вам расскажет подробнее о становлении в профессии и о нашем курсе, о котором сегодня идет речь на дне открытых дверей. Ольга Юрьевна. Спасибо большое. Я сейчас принимаю право управления и начиная с этого слайда, на котором мы с вами остановились. С текущего слайда. Повыляемые коллеги, я рада вас приветствовать в нашем центре. Зовут меня Ольга Юрьевна Светлышева. С кем-то мы с вами знакомы, с кем-то впервые, может быть, встречаемся. Я старший преподаватель нашего центра. Работаю в центре уже 13-й год и пришла сюда директором по персоналу и затем опять вернулась в преподавание. По профессии я профессиональный преподаватель. Окончила педагогический вуз, работала в высшем учебном заведении, преподавала 10 лет. И затем наступил кризис жанра. И я решила поменять профессию. Для того, чтобы изменить какую-то профессию, есть несколько путей. Одним из путей является получение второго профессионального образования, например, высшего. Можно окончить еще один вуз, бакалавриат, магистратуры, специалитет и получить такое образование. Но такое образование, во-первых, оно несколько теоретизированное от слова теория. А во-вторых, оно занимает достаточно много времени. Ну, как правило, 2-3 года, может быть, даже и больше. Поэтому я пошла по другому пути, по более, на мой взгляд, оптимальному. И я окончила годичные курсы при МГУ имени Ломоносова. И получила диплом профессиональной переподготовки. На сегодняшний день я являюсь членом Национального союза кадровиков и сертифицированным специалистом в области кадрового менеджмента. То есть в этой второй профессии я тоже, на мой взгляд, состоялась. И также кандидат в юридических наук. Первое мое место работы после окончания годичных курсов при МГУ имени Ломоносова и психфаки по направлению кадрового менеджмента – это было кадровое агентство. Коллеги, я вас попрошу написать в чате, с какими трудностями вы встречаетесь при работе с кандидатами, заказчиками, то есть при рекрутинге, при подборе персонала. Мне очень важно это понимать, потому что я сейчас хочу поделиться своим мнением о своих трудностях, с которыми я встретилась. И если вы напишите в чате, то мы можем прокомментировать, совпадают наши трудности или нет. Или все-таки они для каждого рекрутера свои какие-то, какие-то особенные, разные. Так вот, первое мое место работы в HR – это было кадровое агентство. Там я работала рекрутером, менеджером по подбору персонала и подбирала персонал в разные компании. Заказчики были разные и требования тоже были разные. И я очень признательна своему работодателю, потому что там я многому научилась. И вообще я рекомендую всегда своим слушателям, которые хотят начать путь в HR, я всегда рекомендую начать именно с рекрутинга, именно с подбора персонала и желательно с кадрового агентства, потому что это неоценимый опыт разных вакансий. Это полное погружение в подбор. И еще один большой плюс – это то, что после кадрового агентства можно найти работу in-house, то есть в компании, ну, пожалуй, в любой компании, которую вы выберете. И чаще всего рекрутеры из кадровых агентств, они приходят в компании уже in-house, да, рекрутерами, именно в компании своих заказчиков. То есть заказчик наблюдает за тем, как рекрутер работает и делает какие-то предложения. Вот. Пока я не вижу в чате ссылки на трудности, но надеюсь, что у вас трудностей нет. Тогда поставьте, пожалуйста, плюс, если ни у кого нет трудностей. А, есть. Хорошо, спасибо, Светлана. Я сейчас тоже прочитаю, может быть, кто-то еще напишет, и мы это обсудим. Я хочу поделиться своим опытом, с чем я столкнулась, с какими трудностями столкнулась я, когда работала и в кадровом агентстве, и затем уже in-house, HR-дженералистом и директором по персоналу. Когда я была директором по персоналу, я курировала направление подбора персонала, и в том числе сама проводила собеседование, но в основном с ключевыми специалистами и стоп-менеджерами. Так вот для меня были две трудности. Первая трудность заключалась в том, чтобы найти общий язык заказчикам. Это, вот этот конфликт, столкновение интересов, он был не потому, что мы какие-то капризные, я или заказчик, а потому что мы с разных точек зрения смотрим на процесс подбора персонала. Заказчик смотрит, как правило, а заказчиками в компании, как правило, бывают непосредственные руководители, и заказчик, он смотрит на кандидата так немного субъективно, вот нравится, не нравится. Как правило, многие даже могут объяснить, почему они отказывают тому или иному кандидату, хотя все требования сохранены, выполнены. Потому что они выбирают эмоционально, что-то им не понравилось. Не знаю, почему, говорит он, вот мне не нравится, как голос, я не знаю, мне не нравится, как сидишь, как свистишь и так далее, как в анекдоте. А рекрутер смотрит на подбор персонала более профессионально. Более профессионально, потому что мы, наша задача рекрутеров, это удовлетворить потребности структурного подразделения или какой-то компании в качественном персонале. Поэтому мы используем определенные методики, техники и так далее. И, естественно, здесь должна быть полная объективность, ну, насколько это возможно. Так вот, первая трудность – это найти общий язык с заказчиком, когда он выдает такие требования, которых на рынке просто определения быть не может. Все в одном флаконе, и чтобы бесплатно работал. Например, я сейчас утрирую, безусловно. Вот, и вторая трудность, с которой я столкнулась. Светлана, спасибо большое. Сейчас, да, вот, очень много трудностей вы написали, сейчас мы их тоже обсудим. Коллеги, подключайтесь к нашему обсуждению, я думаю, что это всем будет интересно. И вторая трудность, с которой я столкнулась, это та самая объективность, потому что, если непосредственному руководителю можно быть необъективным, субъективно подбирать, и он потом будет нести ответственность из-за этого человека, то для рекрутера объективность – это, конечно, очень важно. Все эти трудности, обе эти трудности я осознала, работала над ними, и, надеюсь, что достаточно успешно. Давайте посмотрим, с чем сталкиваются другие рекрутеры. Ну, в частности, вот я читаю чат. Первое – это неконкретные требования заказчика изначально, и они же меняются по ходу поиска. Да, это вот можно, наверное, отнести и к моей первой трудности. Мне очень понятно, кто нужен. Пойди туда, не знаю, куда. Принеси то, или приведи того, не знаю, кого. Вторая трудность – а давайте еще посмотрим. Да, вот это «а давайте еще посмотрим». Это означает, что им не очень-то, этому заказчику не очень-то срочно нужен кандидат. Хотя, если мы будем спрашивать, а когда надо закрыть, нам скажут «еще вчера». Это, наверное, все слышали. Третье – игнорирование средней стоимости специалиста по рынку. Да, заказчики не всегда понимают, что на определенную зарплату, которую они предлагают такого специалиста, такого уровня соотношения цены-качества подобрать практически невозможно. Есть такое, да, это правда. Четвертое – очень долгий период принятия решения о выборе и приеме кандидата часто соскакивает. Это обычно бывает в крупных компаниях или в холдингах, или в группах компаний, где решение принимают несколько человек, несколько этапов собеседования, и тогда действительно это несколько бюрокартизировано и сложно бывает. И пятое – иногда неожиданно возникает кандидат, которые пришли по знакомству или от самого заказчика. Вот, нашел свой человек. А вся наша работа, это я продолжаю мыслить, да, Светланы, а вся наша работа, она проделанная и качественная работа, скорее всего, она, к сожалению, уже не учитывается. И это тоже бывает не очень хорошо, потому что у тех кандидатов, которых мы приглашали на собеседование и которым что-то обещали уже, а у них складывается не очень хорошее мнение о репутации нашей компании. Да, свой человек. Это да. Спасибо, Светлана. Если, коллеги, у вас есть еще какие-то трудности, напишите, пожалуйста. Соглашусь с тем, что и это тоже имеет. Вот. Да, Александр, очень хорошо. Спасибо, что вы с нами. Мы очень рады. Итак, трудности имеются в нашей работе. Вместе с тем, это очень интересная и очень важная работа, потому что если мы, как рекрутеры, не укомплектуем нашу компанию качественными профессионалами, специалистами, то бизнес просто не сможет достичь тех целей, которые ставят перед собой. Итак, я более 10 лет работала в разных компаниях HR-директором и более 20 лет уже преподаю. Преподаю, в том числе, 12 лет в центре специалистов. Веду разные курсы. В основном на эти курсы приходят кадровики, HR-ы, рекрутеры, директора по персоналу. В общем, в основном, это вот такая у нас аудитория. Курирую HR-клуб специалисты. Консультирую слушателей выпускников по вопросу в управлении персоналом и публикую статьи и посты в профессиональных журналах, на специалистированных сайтах. Возможно, вы их читали. Здесь я оставляю вам контакты. Я думаю, что мы разместим эту презентацию в вашем личном кабинете. Мои контакты у вас будут. Это контакты, моя почта, моя страница на сайте специалист.ру и плюс еще в социальных сетях Facebook, Вконтакте тоже вам размещаю. Мы вас приглашаем... Да, спасибо, Ольга. Вот она скопировала в чат. Для тех, кто не пойдет в личный кабинет, спасибо за помощь. Мы вас приглашаем в наш HR-клуб специально для наших выпускников и для наших слушателей. И мы в этом HR-клубе обсуждаем очень интересные вопросы. И нам повезло, потому что администратор HR-клуба сейчас с нами. Это Светлана. Прошу любить и жаловать. И мы вас приглашаем присоединиться к нам в клубе на любой из площадок. Вконтакте, Facebook, Telegram, Instagram, где вам удобно. И приглашаем вас не только участвовать как подписчиков, но и как авторов. Мы всегда приветствуем народное творчество, поэтому приходите, будем дружить, общаться, обмениваться опытом и так далее. И помогать друг другу, что самое главное. И вот так неожиданно вдруг у меня на экране возник Джим Коллинз «От хорошего к великому». Книга, которую он написал. Напишите, пожалуйста, в чате плюс или минус. Если вы читали эту книгу, то плюс. Если не читали эту книгу, то минус. Так, вижу плюс. Хорошо, спасибо. Значит, у нас есть люди, которые читали. Не все, не все читали. Ну, что я могу сказать? Книга достаточно интересная. Вместе с тем она не просто читается, потому что это некое исследование, которое провел Джим Коллинз со своей компанией. И вопрос, который они исследовали, заключался в следующем. Почему одни компании очень быстро уходят с рынка? Год, два, три. А некоторые на стартапе даже гибнут. А другие компании живут долгие годы, вплоть до столетий. Мы знаем такие компании, например, Procter & Gamble, Сбербанк наш, если мы говорим о российских компаниях. Автор книги, Алена спрашивает, а вот на экране, посмотрите, у вас виден мой экран? Я вижу, что, да, должно. Джим Коллинз от хорошего к великому. Оль, будьте добры, если вам не трудно, в чат скиньте, пожалуйста. Джим Коллинз. Так вот, в своей книге он отвечает на этот вопрос, потому что, да, спасибо большое, вот Ольга скинула информацию. В своей книге он отвечает на вопрос, который ставил перед исследованием, поэтому, кому интересно, почитайте. И вот одна из мыслей, которая мне очень нравится у Джима Коллинза, и сейчас тоже появится на экране, это следующее. В компании должны быть нужные люди и не должно быть ненужных людей. Принцип сначала кто, затем что. Вот с первой части я полностью согласна, потому что, конечно, для того, чтобы мы достигли цели бизнеса, нам нужны только нужные люди, а не те, которые тормозят весь процесс. Они лояльны, непрофессиональны, нам не нужны. Нам нужны профессиональны, лояльны. Но по поводу принципа сначала кто, затем что, это под большим вопросом. Не каждая компания готова сначала взять на работу человека, пусть даже талантливого человека в чем-либо, а затем под него какой-то проект открывать. Это делают, как правило, адхократические компании с адхократической культурой. Например, такие как Google, Яндекс, Mail.ru и так далее. К ним действительно, вот они отбирают самых лучших, самых перспективных людей, специалистов с интересными идеями и затем под них какой-то интересный проект предлагают. В большинстве компаний, особенно государственных, начинается сначала что? То есть сначала бизнес-процессы, сначала какие-то стратегии и так далее, и затем уже мы смотрим, кто нам нужен. Поэтому вот принцип, конечно, интересный, но не для всех компаний. Итак, мы видим, что для разных компаний нужны разные кандидаты с разными требованиями. И единая цель подбора персонала заключается в трех составляющих. Эти три составляющие будут являться ключевыми показателями эффективности KPI для менеджера по подбору персонала. Итак, первое – это найти максимально соответствующего требованиям работы кандидата, то есть должна быть некая заявка, какие-то требования закрепленные. И затем, когда к нам приходит кандидат, мы сравниваем этого кандидата с теми требованиями, которые у нас имеются. С наименьшими затратами, в том числе, речь идет о денежных затратах финансовых, трудозатратах и других затратах. И, наконец, в течение определенного времени здесь речь идет о сроках. Так вот, по этим трем группам ключевых показателей эффективности мы будем оценить свою работу. И здесь нам очень понадобится HR-аналитика. Чего же я о ней тоже расскажу. Поэтому без HR-аналитики на сегодняшний рекрутмент, на мой взгляд, это слово, пытаюсь подобрать, приличное. Это анахронизм. Потому что если мы просто получаем заявку и выполняем, и не анализируем тенденции, насколько мы эффективно работаем, это ни о чем. Это значит, что бизнес идет вслепое и непонятно куда. Итак, вот три основные цели подбора персонала. Существуют также технологии, которыми пользуются рекрутеры. Эти технологии, основные четыре, я их сейчас перечислю, и попрошу, чтобы вы в чате написали цифру той технологии, всего их четыре будет, которую вы использовали. Если несколько технологий использовали и знакомы с ним, напишите несколько через запятую. Или просто один на три четыре, допустим. Итак, первая технология, я думаю, что она хорошо знакома любому рекрутеру. Это рекрутинг, то есть поиск персонала, линейного персонала, массового персонала привлечения. Это такой традиционный путь поиска. Разместили объявление вакансии, получили резюме, и дальше мы приглашаем на собеседование и так далее. Второй – это эксклюзивный поиск. Executive search. Эксклюзивный поиск или целевой поиск, его по-другому называют, когда нам необходимо на рынке найти специалистов определенного уровня, редких специалистов или руководителей какого-то направления. И тогда мы изучаем рынок, смотрим, имеются ли такие специалисты на рынке, и только после этого уже начинаем составлять некий список, который имеется на рынке этих специалистов, и уже привлекаем их в нашу компанию. Разновидностью эксклюзивного поиска является хэдхантинг. Хэдхантинг – переманивание. Охотники за головами переманивают специалистов из одной компании и друг. Здесь отличием является то, что мы конкретно знаем, кто этот человек, кого надо переманить, из какой компании. И тогда мы тоже не размещаем объявления вакансии, мы не пишем. А сейчас мы объявляем хэдхантинг. Нет, мы этого не делаем. Мы находим этого человека, выходим на него, изучаем его профиль, узнаем, какие у него есть мотивационные кнопки, и затем уже ведем с ним переговоры с этим человеком. Но хэдхантинг, кстати, очень такая специфическая процедура. Она очень трудозатратная, финансово затратная и не всегда оправдана. И, наконец, четвертый – это прелиминаринг. Итак, я еще раз напомню, просьба, напишите, пожалуйста, в чате цифру, под которой находится та технология при лечении персонала, которой вы пользуетесь или пользовались, опыт есть, или несколько. Прелиминаринг – это подбор персонала. Как правило, это специалисты, молодые специалисты, выпускники или даже еще студенты учебных заведений, с которыми мы работаем на практике, на стажировке, мы привлекаем их и затем самых лучших отбираем. Вот я в своей работе сталкивался всеми этими четырьмя технологиями привлечения персонала. Я понимаю, что есть разница, потому что цели разные, технологии разные и так далее. И вот я вижу ответ. Светлана пишет, что первый, второй – рекрутинг, эксклюзивный поиск используют, и готовим четвертый. Хейдхантинг избегаете, я так понимаю. Почему? Что не нравится в хейдхантинге? Если напишите, то же будет интересно. Коллеги, пожалуйста, вы пишите свое мнение тоже, у кого есть опыт и кто какую технологию использует. А мы пока идем дальше и поговорим сейчас о трендах. Трендов за последние годы достаточно много. Я остановлюсь на нескольких из них, которые, на мой взгляд, наиболее важны в 2021 году. Первый тренд, который еще, к сожалению, не все используют, это рекрутинговый маркетинг. Смысл заключается в том, что мы работаем не только как рекрутеры, не просто девочка или мальчик на подвигушках, которому дали заказ и сказали, вот срочно найдите мне этого человека. Нет такого кандидата. Мы работаем как маркетологи. То есть мы расширяем зону своих знаний, умений, навыков. У маркетологов мы берем соответствующие методики маркетинговые для того, чтобы выстроить рекрутинг соответствующим образом. Например, мы ставим цель перед рекрутинговым маркетингом. Цель такая – привлечь как можно больше кандидатов. Ну вот мы решили, что у нас нет выбора, не из кого выбирать. Поэтому мы решили привлечь как можно больше кандидатов. Вот такая цель. Далее, что мы будем делать? Мы должны понять, а кто из кандидатов нам интересен. То есть выстроить вот такую характеристику целевой аудитории. На кого мы будем работать? Что это за кандидат? Это такой образ кандидата. Далее. Мы должны понять, а что их будет мотивировать. Потому что говорить, что мотивируют высокие зарплаты – это вчерашний день. То есть я понимаю, что деньги – это не последнее дело. И все мы работаем за зарплату, за премию и так далее. За оплату труда. Мало того, в пирамиде Маслоу, пирамида потребностей человека, самым базовым является именно это – физиологические или витальные потребности. То есть зарплата – это основа, без меня никуда. Но согласитесь, что специалисты, особенно высокого уровня, и особенно в последнее время выделяется отдельное такое направление, как IT-рекрутмент. Вот специалисты IT, например, сферы или высшего звена, они уже выбирают работодателя и работу не только по уровню заработной платы, а по каким-то другим критериям. Например, кому-то нужно самореализовываться, интересные задачи, проекты и так далее, и вот их именно это будет интересовать. И вот таким образом, когда мы узнали, чем их можно мотивировать, мы дальше переходим к источникам поиска, где их можно найти, например. И затем работаем еще и с сайтом компании. Вот это рекрутинговый маркетинг, пример привела. Вот Светлана пишет, что хейтхантинг нравится, но пока скромный чем. К тому же есть риск, если сманился к нам, где гарантия, что скоро не сманится к кому-то еще. Полностью с вами согласна, это вот один из рисков, который Светлана озвучила по хейтхантингу. И, собственно, там есть и другие риски, и хейтхантинг, да, поэтому не все его используют. Спасибо. Далее, использование социальных сетей. Это социальный рекрутинг и входящий рекрутинг. По социальному рекрутингу. Сейчас многие наши коллеги уходят с работных сайтов и переходят в социальный рекрутинг. То есть начинают поиск персонала в социальных сетях. Они используют различные социальные сети, блоги, форумы, профессиональные сообщества. И там очень много плюсов, потому что можно наблюдать за людьми и даже за теми, кто сейчас еще работает. Наблюдать за тем, что они делают. Какие посты пишут, какие комментарии пишут, какие идеи предлагают. И там уже можно с ними общаться и далее уже приглашать к себе. Например, Алена Владимирская, фотография которой была на одном из слайдов, который показывала Ольга, это руководитель одного из IT-агентств по подбору, IT-специалистов. Так вот, она говорила, что они очень активно используют социальные сети. И у них есть даже такая небольшая градация, классификация, где в какой сети надо искать того или иного кандидата. Ну, например, вот сейчас я вспомню, например, в linktn.com можно найти хорошего IT-директора. На Фейсбуке, например, программистов, а ВКонтакте системных администраторов. И даже, говорила Алена, что одноклассники тоже помогают. На одноклассниках они, например, находили инженеров технической поддержки. Поэтому социальный рекрутинг, да, сейчас очень сильно развивается. Входящий рекрутинг. Входящий – это некая обратная сторона. То есть не мы ищем кандидата, а кандидат ищет нас. Вот мы сегодня говорили про хэдхантинг, а здесь обратная сторона – джобхантинг. Когда кандидат охотится на работу именно у нас. Но для этого мы понимаем, для того, чтобы кандидат узнал о нас, ему необходимо выстроить некий бренд работодателя. Сейчас я вам тоже скажу. И тогда совершится то, о чем мечтают многие собственники, руководители структурных подразделений. Тогда совершится то, что у нас будет стоять очередь из кандидатов, а мы только будем выбирать. Это действительно наша мечта. Следующее по HR-стратегии – это выстраивание бренда работодателя. Я думаю, что сейчас, наверное, уже нет компании, которые не задумываются над репутацией компании, над брендингом. Здесь я хотела бы сделать акцент именно на диджитал HR-брендинг. То есть речь идет именно о том, что надо продвигать свой HR-бренд в социальных сетях в том числе. Потому что основная аудитория у нас находится там. И, например, по опросам LinkedIn.com 75 специалистов проверяют репутацию компании перед тем, как идти на собеседование или откликаться на вакансию. А 60% отказываются от предложения только потому, что у компании не очень хорошая репутация. Поэтому бренд работодателя очень важен. Далее, стратегическое выравнивание. Что это означает? Рекрутмент, он не сам по себе в организации. Это бизнес-процесс, который связан со всеми остальными бизнес-процессами. Поэтому выстраивать стратегическое выравнивание нужно именно таким образом, что мы идем под стратегии компании. Сначала мы понимаем, куда движется компания. Например, компания собирается развивать свою филиальную сеть. Значит, и рекрутмент, стратегический рекрутмент должен быть направлен именно на то, чтобы находить, это называется, такой проактивный поиск. Мы знаем, что нужно и уже готовим почву в определенных регионах. И, конечно же, использование инструментов рекрутмента. Это HR-аналитика, о которой я уже сегодня упоминала. Это некие метрики, которые мы должны обязательно систематизировать. Некую статистику, которую мы должны вести, отслеживать, анализировать ее и делать выводы. И по этим выводам, естественно, какие-то решения принимать. Например, мы размещаем объявление вакансии на HeadHunter. В последнее время вы знаете, что политика HeadHunter немного изменилась. И сейчас, в общем, это не самое дешевое удовольствие. Но мы все равно платим, все равно размещаем. Потом жалуемся, что не можем закрыть вакансию через HeadHunter. А кандидаты жалуются, что не могут найти работодателя. Так вот, если мы занимаемся статистикой и считаем и тенденции, и количество, и качество, что самое главное, кандидатов, и деньги, которые потрачены на это, и все это соотносим, мы понимаем, что, например, это не очень выгодно. И тогда HR-аналитика нам может помочь в том, чтобы переориентировать поиск на какие-то другие, например, источники. Цифровая информация, трансформация рекрукмента заключается в том, что многие работодатели, особенно работодатели, связанные с массовым подбором, такие как ритейл, телекоммуникационные компании, уже пару лет точно используют различные чат-боты, искусственный интеллект в подборе персонала, который находит резюме, отвечает на телефонные звонки, отвечает на вопросы, задает вопросы и начается беседование. Вот мы идем в эту сторону, и я думаю, что чем дальше, тем больше мы будем на это переходить. Ну и еще один тренд прошлого года, который перетек в нынешний год, это дистанционный подбор. В связи с последними событиями, пандемией, мы переходим на онлайн-интервью, появляются онлайн-рекрутеры, это уже как профессия у нас, видимо, будет сформирована, и онлайн-работа, дистанционная работа тоже никто ее не отменял. Вот несколько трендов, о которых я хотела сказать, на мой взгляд, это очень важное направление, нужно на это обращать внимание. Почему нужно изучать рекрутмент? Ну, во-первых, рекрутмент, то есть подбор персонала везде востребован. Что такое организация? Одно из определений организации – это объединение людей, которые выполняют определенные задачи. Чувствуете, да? То есть не инструменты, не здания, не материалы, а именно не технологии, а именно объединение людей. Поэтому, да, поиск и подбор персонала, он всегда востребован. Если у нас будет правильно выстроен бизнес-процесс рекрутмента, то это улучшит бизнес-показатели организации, то есть развитие организации через развитие персонала. Рекрутеры всегда востребованы на рынке труда в различных сферах и могут рассчитывать на трудоустройство как в крупной, так и в небольшой компании. То есть везде нужны рекрутеры. И отдельно можно выделить работодатель кадровый рекрутинговое агентство, о котором я тоже рассказывала. И, да, многим рекомендую начинать именно с кадровых агентств. Это очень-очень хорошая, сильная школа. Ну и также фриланс. Кто хочет сидя дома зарабатывать деньги, у вас есть такая возможность. И через правильный грамотный рекрутмент, онлайн рекрутмент можно этого достичь, этой цели. В 2016 году, 1 июля, были введены в действия в нашей Российской Федерации профессиональные стандарты. И у нас есть отдельный профессиональный стандарт, специалист по подбору персонала рекрутер. Он утвержден в приказе труда в 2015 году. И обратите внимание, что в этом профессиональном стандарте, в качестве обязательных знаний, которыми должен обладать специалист по подбору персонала, указан следующее. То есть, чем он должен уметь вводить. Это информационно-коммуникационные технологии поиска кандидатов. Источники информации о кандидатах. Технологии анализа резюме и проведения собеседований. Инструменты оценки и тестирования кандидатов. Методики психологической и профессиональной адаптации работников. Знания основ трудового законодательства Российской Федерации. Законодательства персональных данных. Основ делу производства. И знания этических норм при работе с кандидатами и работодателями. Вот такие требования предъявляются профессиональным стандартам. Исходя из этих требований, чтобы слушатели, которые к нам приходят, получили сразу все, все вот эти знания, в некоторых случаях даже и навыки мы вырабатываем на наших курсах, мы выстроили свою дипломную программу. Кстати, вот я хочу обратить внимание, Ольга, расскажите про обзор рынка труда или мне озвучите? Расскажу. Да, спасибо. В январе у нас на рекрутерском сайте хх.ру насчитывалось, как вы видите на слайде, более 2500 вакансий по данному направлению. Это говорит о том, что данное направление для обучения является перспективным, вы всегда найдете работу. Также, если проанализировать, в данных вакансиях насчитывалось около 400, которые включали в себя требования, понимание и владение HR-аналитикой. И вот на следующем слайде вы можете увидеть на гистограмме изображено изменение уровня средней заработной платы специалистов по подбору персонала в Москве в 2020 году. Средняя зарплата рекрутеров в Москве колебалась от 43 до 94 тысяч рублей. Можно сказать, что в среднем рекрутеры получают около 55 тысяч в месяц. Такая вот статистика по Москве. И после прохождения данного курса, о котором мы сегодня будем говорить, вы сможете работать специалистом по подбору персонала. И в чем плюс в сложившейся у нас экономической ситуации. Вы сможете работать удаленно. Вы можете работать как там в разных городах, проживая, например, в регионе, наниматься работать рекрутером удаленно. Допустим, там какие-то крупные города, где оклад больше. И далее, наверное, сосредоточимся на нашей дипломной программе. Ольга Юрьевна, расскажите нам немножко про, какая продолжительность программы, что она включает. Да, да, спасибо, Ольга. Спасибо большое. Сейчас я расскажу. Я просто хотела присоединиться к мысли Ольги о том, что да, действительно, это вот такая средняя заработная плата. И действительно можно работать из регионов. И подбирать персонал для московских компаний, например, или даже для зарубежных компаний. Такой вариант тоже возможен. И наши слушатели, наши выпускники делятся своими впечатлениями. Например, многие фрилансеры, особенно те, кто занимается IT-рекоменом, они получают гораздо больше. То есть их заработные платы достаточно высоки, потому что они сами влияют на результат своей работы. Поэтому, то есть есть куда стремиться, есть куда расти. Ну и по программе обучения, она у нас примерно от 6 месяцев, эта программа обучения. И перечень курсов, которые входят в дипломную программу. Дипломная программа называется специалист по подбору персонала со знанием инструментов HR-аналитики, рекрутер. Ну понятно, почему мы сюда добавили HR-аналитику, потому что это один из последних трендов, очень важный тренд. И без анализа, без выводов, без изменения и серьезной трансформации мы, наверное, не можем дальше жить. Ну а теперь о курсах. Первый базовый курс – это менеджер по персоналу уровень 1, где мы рассматриваем разные направления деятельности, потому что рекрутер должен знать не только свой узкий участок, но он должен понимать и общую корпоративную культуру, и оценку персонала, например, и мотивацию, и адаптацию персонала, потому что это все тесно связано. Также, как мы выяснили из условий профстандарта, рекрутер должен знать трудовое законодательство. Поэтому мы в эту программу включили еще первый уровень кадровой работы в современной организации – процедуры оформления трудовых отношений. И также в профстандарте написано, что рекрутер должен знать дело производства. Вот, пожалуйста, кадровое дело производства – это второй уровень кадровой работы в современной организации – организация кадрового дела производства. То есть эти курсы уже покрывают все требования профстандарта. Плюс многие компании нанимают иностранных работников, как высоко квалифицированных, так и линейный персонал. Поэтому знания, особенности привлечения и оформления иностранных работников мы тоже даем на отдельном курсе. Рекрутеру необходимо оценивать, как минимум, первичную оценку проводить кандидатов. И здесь нам поможет курс, который называется «Менеджер по оценке и аттестации персонала». Также мы проводим собеседование, и нам надо уметь читать человеку как книгу. Здесь нам помогает практический курс по подбору персонала, современные методы и приемы собеседования. И еще один практический курс по применению технологии DISC, которую мы тоже можем использовать в рекрутинге. Ну и, конечно же, практический курс по HR-аналитике, для того, чтобы уметь делать расчеты и показывать пользу для бизнеса, в том числе и пользу нашего существования в организации. И «Менеджер по обучению и развитию персонала» также у нас заканчивается каждый курс, выявляет тестирование по курсу. И в конце самой программы также идет итоговое тестирование. И если вы посмотрите на нашем сайте, то мы просим наших слушателей оценить по пятибальной шкале потребованность той или иной программы. Вот эта программа у нас на 5 баллов идет. И сложность тоже в пятибальной шкале слушателей обладевает этой программой. Я считаю, что не очень сложная программа, то есть все доступно, все разжевываем и для начинающих, и для тех, кто уже имеет опыт работы. И у нас уже эту программу закончили около полтысячи человек, эта дипломная программа. Она предназначена для всех, и для начинающих, и для тех, у кого уже есть опыт. И после окончания этой программы выпускники будут знать действующее трудовое законодательство, правила делопроизводства, уметь работать с кадровыми документами, будут понимать, как и где искать кандидатов, как проводить собеседование. На практике смогут применять различные технологии рекрутинга, освоят методики подбора, оценки, развития персонала и научатся применять их на практике. И требуется небольшая подготовка, это знать программу Excel, собственно, больше пока ничего особенного не требуется. Остальное мы все дадим на этой программе. Есть еще некие особенности, например, слушатели сами выбирают интенсивность обучения. Эту программу можно и быстро освоить за 3-4 месяца, но можно до года растянуть ее, как вам удобно. Сами решаете, когда начинать обучение и выбираете любую из тех групп. Вот у меня здесь есть статистика. Из 8800 групп, которые сейчас уже заложены на год вперед в расписании. Также вы можете перенести дату старта. Например, вы списались в какую-то группу, но по какой-то причине не можете посетить эти занятия. В этом случае вы связываетесь со своим менеджером, и менеджер вас переводит в другую группу. И гибкое расписание. То есть вы можете проходить вот те курсы, которые я перечислила, в любом порядке. Ну, желательно, конечно, по порядку, как я перечислила, но в то же время, если вы начнете с HR-аналитики, а потом придете на курс кадровой работы временной организации, я думаю, что вы это все равно сможете усвоить. Ну, а это наш цвет, наши самые лучшие преподаватели. Елена Шульга, Светлана Челедарева, Дмитрий Редигер, Ирина Касимова, Леонид Мазурик, Светлана Молчанова. И напишите, пожалуйста, в чате, у кого из этих преподавателей вы уже знакомы. Или минус, если вы ни с одним из этих преподавателей никогда не встречались. И особенности. У нас современные методики и инструменты. Всего программа рассчитана на 276 академических часов. Вы можете обучаться в различных форматах. Очень дистанционно, очень заочно, открытое, корпоративно-индивидуальное обучение. Причем вы можете один курс пройти в одном формате, другой в другом, например. Все курсы у нас практикоориентированы. И преподают преподаватели практики, которые сами через все это прошли. Также вы получаете престижный диплом в профессиональной подготовке. Ну и еще раз, например, всю программу мы строили именно на основе профессионального стандарта. Занятия можно проводить до 5 дней в неделю, если вы хотите побыстрее закончить. И каждое занятие длится от 4 до 8 академических часов. И плюс еще, конечно, домашнее задание, которое надо будет выполнять. Общаетесь с преподавателем в любом формате. Живое общение с преподавателем всегда есть. Во время занятий, после занятий мы всегда общаемся. И во время занятий вы выполняете учебные проекты. И основной результат этого учебного проекта – закрытие вакансии. Либо мы вам представляем какую-то вакансию, вы ее закрываете, либо вы свою вакансию закрываете и потом представляете нам отчет. И мы говорим, молодцы, научились. И используйте все, что мы помогаем. Документы об окончании, которые мы выдаем, это либо свидетельство Центра специалистов для тех, у кого нет высшего образования, либо удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной преподготовки. Если мы говорим о дипломной программе, то по окончании всех этих курсов и пройдя итоговое тестирование, вы получаете диплом профессиональной преподготовки. Это вот именно такой, как я получала в свое время, который мне очень помог, когда я переквалифицировалась в HR. Часто задаю такие вопросы. Можно ли присоединиться к группе после старта курса? Допустим, вы записались, но по какой-то причине… Или записались, вы хотели именно в этой группе, а группа уже начала выключение. Да, можно. Отвечаем мы, потому что у нас все очень гибко. Agile рулит. И если отставание не очень большое, то можно посмотреть записи, потому что мы на каждом курсе ведем запись занятий и размещаем в личном кабинете. Что делать, если пропустил лекцию? Вот вы записались, но вам надо в отпуск уехать или заболеть, или что-то еще. Также вы можете подключиться к занятию либо удаленно, есть такая возможность, либо также можете вот это занятие, прохоченное, посмотреть уже в записи. Ну, на вопрос, будут ли записи вебинаров. Да, конечно, будут обязательно в личном кабинете. Кстати, они доступны вам в течение шести месяцев после окончания занятий. То есть вы прошли уже обучение, и после этого еще шесть месяцев можете просматривать записи. Если для обладения каким-то навыком вам нужна необходимая техника, например, компьютер, то мы можем вам это предоставить. Вы можете договориться с менеджером, приехать в один из наших учебных классов, учебных комплексов, там есть учебные классы, и вам будет предоставлена такая возможность. Ну, наверное, сейчас я передам слово Оле. Оле, пожалуйста, про дипломную программу расскажите, пожалуйста, о стоимости и подарке. Да, уважаемые слушатели, если у вас остались еще вопросы по дипломной программе, пожалуйста, пишите их в чат, пока я расскажу вам про стоимость, про подарки. Стоимость программы от 59 тысяч рублей. И всем сегодня зарегистрирующимся на данный вебинар слушателям мы дарим сертификат на следующем слайде, вы можете его увидеть. Стоимость сертификат на 7 тысяч рублей на оплату дипломной программы. Этот сертификат действует 3 дня, по 22 января включительно. Вы можете им воспользоваться, сказав промокод менеджеру рекрутер 1901. Действует он на курс при полном оплате курса. Он в формате онлайн. Курсы специалист по подбору персонала со знанием инструментов HR-аналитики. Я сейчас продублирую данный промокод в чат, чтобы вы смогли себе его тоже как-то записать, скопировать. Более подробно с дипломной программой можно ознакомиться еще на нашем сайте. Также ссылочку сейчас в чат я вам отправляю. Если сейчас какие-то вопросы по сертификату, по стоимости курса, может быть по прохождению, можете сейчас как-то их сформулировать и задать в чат. Пока вопросов нет, давайте, может быть, я расскажу вам далее про какие-то наши другие курсы. Ольга Юрьевна присоединится. Также у нас есть замечательная комплексная программа HR-бизнес-партнер. Ольга Юрьевна. Да, я хотела сделать эту программу, и в частности HR-бизнес-партнер, это курс у нас есть отдельный, где мы говорим именно на те темы, с которых начали. То есть мы учимся говорить на языке бизнеса, чтобы наши заказчики нас понимали, и чтобы не было никаких конфликтов. Поэтому там тоже много всего интересного. Смотрите эту программу, и я вас приглашаю на ближайшую группу, которая уже состоится в марте, по-моему, с первого марта начинается эта группа. Да, с первого марта, точно. Вот, если есть какие-то вопросы, я готова ответить. Ну, вот пока нет, тогда давайте, наверное, слушатели формулируют, в чем хочу рассказать преимущество дипломной программы. Она дает много бонусов. Когда вы покупаете и оплачиваете всю дипломную программу, во-первых, вы экономите. Купить и оплатить сразу дипломную программу гораздо дешевле, чем оплачивать курсы по отдельности. Плюс вы получаете к дипломной программе, вот на предыдущем слайде было, 50% скидку после ее окончания на курсы в режиме онлайн. То есть, если вы по дипломной программе, обучаясь, поняли, что хотите еще что-то доизучить, а курсов у нас очень много, ближайшие 6 месяцев после окончания пользуйтесь скидкой. Может быть, вы не знали, обязательно вас информирую. Есть у нас такая акция. Плюс, если уже 6 месяцев прошло, вы можете пользоваться скидкой от 15% до 25% на дополнительные курсы по данной программе. То есть, выбирая обучение по определенной дипломной программе, вы существенно экономите также на других курсах. Вот. И на последнем слайде также хочу, как такой некий бонус всем, кто сегодня присоединился, если можно, вот следующий слайд переключить, каждому слушателю мы даем возможность получить бесплатную консультацию по профессиональному развитию. Я понимаю, что у нас очень много курсов, и сопоставить их со своими карьерным планом достаточно бывает сложно. И наши менеджеры с удовольствием вас проконсультируют. И чтобы воспользоваться такой индивидуальной, подробной карьерной, профессиональной консультацией, можно назвать курс, промокод «Иду вперед». Наши менеджеры вас сориентируют и помогут вместе с вами ваш карьерный, профессиональный план составить. Итак, у нас сегодня очень тихая аудитория, никто ничего не спрашивает. Наверное, всем досконально все понятно. Напишите плюсики в чат, если было полезно, интересно. И, в общем, все понятно. Спасибо, Александр. Да, коллеги, вы порадуете нас, пожалуйста, своими плюсами. И нам очень приятно, что вы нас слышите, что вы участвуете в этом, что все понятно. Благодарим. Ну и мы всегда на связи. Спасибо всем и до новых встреч. Пожалуйста. Спасибо всем за участие. Приглашаем вас к нам на обучение. Я вижу плюсики в чате. Наверное, значит, правда, мы очень исчерпывающе обо всем рассказали. До встречи, специалисты. Всем спасибо. Всем успехов. И самое главное – здоровья. До новых встреч.